Именно такую упорутую улыбку дарит нам Deutschens Massen Calibri с Бегемотом, ВК-2801. Я реально не понял, как в ВГ смогли сделать такой охуенный танк, но он есть. Вот. Серьезно, ребят, от него не приходится выйти как от СТА-1 или Лео прототипа. Он прекрасно фармит. Прекрасно. И бои на нем теперь реально проходят в режиме БЛИЦ. Прежде чем начать фапать на этот танк, я бы хотел развеять слухи о том, что прекращаю деятельность на Ютубе. Это не так. Не дождетесь. Я временно прекращаю стримить с подписчиками, так как есть на это ряд причин. И все. И это временно. Теперь к делу. Варгейминг в коем-то веке подарил нам море фана в виде этих немецких ЛТшек. ВК-2801 идеально вписывается в баланс. Никто, никто из игроков не посмеет сказать, что его нереально убить. Смыть улыбку с вашего лица может метко кинутый фугас от всего любимого КВ-2 или СУ-152. Да и от ПТ 8 уровня ВК лопается как мыльный пузырь. Ведь брони там в гулькин клюв. Но! Никто и не поспорит, что если танкист обладает должность норовкой и имеет хотя бы капельку мозгов, которую включают в бою, то завалить ВК уже геморройная затея. Знаете, когда я просматривал новую ветку ЛТшек, то именно ВК вызвал у меня тогда сомнения. Его внешний вид ну совсем не вселял уверенности в том, что он будет быстрым и маневренным. Не зря ему сразу дали кличку Толстопарт. Но когда я его купил, вывел в топ. Он развеял все эти мысли. ВК нереально быстрый. Он быстрее Кровеля. Он быстрее кого-либо на шестом уровне, даже невзирая на размеры. Моментально разгоняется, быстро ворочается на месте и отлично кружит танки. Я на секундочку представил, как себя ощущает экипаж ВК в разных ситуациях. Отчаянные танкисты. Но ради нагиба можно и потерпеть. Да, скорость и подвижность главный козырь этого танка. Однако, как оказалось, козырем-то эти параметры являются для тех, кто может обуздать зверя. Для одних это возможность весело нагнуть, а для других это возможность глупо упороться. Чтобы качественно играть на ВК 28.01, необходимо заново пройти курсы вождения танка. Все горочки, неровности, мини-трамплинчики и препятствия для неопытного мехвода являются угрозой хуже противника. Что ж, бегать мы можем, это выяснили. А чем же мы будем раздавать по щам? Ведь у нас есть серьезные противники. Там ИСы всякие, ковешки с сиськами и без. А бить мы будем самым комфортным орудием на 6 уровне. Оно реально делает свое дело. В ВГ наконец-то учили, что на ЛТ стреляют в основном в движение. Ведь остановка порой равна смерти. Поэтому целиться и сводиться особо времени нет. И вот нам дарят ствол, который отлично стабилизирован для 6 уровня. Стрелять на ходу одно удовольствие. Пушка намного лучше, чем у Кромеля. Да, она не так быстро кодешится, но более стабилизирована и лучше бронепробитие. Как же я мечтал о таком на Леопарде. Все в цель, все пробивает и больно кусает. И это еще не все плюшки, которыми ВГ наградили ВК-2801. Если вы старались в бою, то и награда будет соответствующей. Танк прекрасно фармит. Даже лучше, чем некоторые прем-танки. К примеру, очень красивый премиум танк Фьюри при почти одинаковых раскладах зарабатывает в разы меньше серы, чем наш толстяк. Так что накопить на следующего по развитию будет easy. Что касается тактики игры на нем, то особо ничего не поменялось. Единственное, усилились акценты. Если вы в топе, то играть надо более нагло. Если вы в попе, то и вести себя надо как какашка. А именно быть чуть позади своих жирных союзников и ассистировать, что есть мочи. К примеру, к тяжему ИПТ заходить в корму, раздвигать им булочки и засовывать туда свои шнальные снаряды. Поверьте, они не обратят на вас внимания при стычке с топами вашей команды. Вы им до лампочки. У них и так проблем по самым помидорам, которые по сути вы и мылите. Либо выискивать отщепенцев у противников и карайте их за счет скорости и ДПМа. И главное, ребят, если вы внизу списка, не старайтесь геройствовать. Не бойтесь кинуть союзников и сменить фланг. От вас живых больше пользы, чем от вас мертвых. Даже если вы останетесь один, все равно ВК может затащить. Берегите ХП, думайте в бою и будет вам радость. Что ж, это все, что я хотел сказать про этот танк. Стоит ли он вашего внимания? Да, конечно, намного больше, чем другие танки. Я же прощаюсь с вами. Ненадолго. Впереди очень продуктивные выходные. Оставайтесь со мной, дальше будет веселее. А пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok